Все хорошо проходит, мы в режиме, по таймингу четко укладываемся. Первые турниры и первый чемпионат России мы провели в 2010 году, и мы ежегодно стараемся проводить как чемпионат России, так и предварительные турниры, такие как Line Cup, Moscow Open, Moscow ADC. Разные названия, разные турниры соответственно. Приезжает много людей из регионов, естественно с Москвы много клубов стекается, и всем нравится правило, что можно проявлять любые свои навыки борьбы, поэтому приезжайте, поучаствуйте в наших мероприятиях, попробуйте свои силы. По сути грэпплинг ADC был создан для того, чтобы выявить сильнейшую борьбу, чтобы выявить сильнейшего спортсмена. Правила настолько универсальны, что во всех аспектах, во всех разделах вы должны проявить себя. Угольник вы, самбист вы, дзюдоист или джиттер. Пожалуйста, приходите, пробуйте свои навыки. И все ваши скиллы, они проявятся как раз здесь, на татане, по правилам грэпплинга ADC, самбиш и прайти. Саня, как начался схваток? Да, пока быстро все, рабочий момент. Печат перерыв, потом, я думаю, финал уже светит такой лет 15-16, и уже после некуда взрослые пойдут. Все хорошо проходит, мы в режиме, по таймингу четко укладываемся. Ром, ну что, я тебя поздравляю. Поздравляю, Зул, сколько встреч провел? Две встречи. Две встречи. Выиграл, а как выиграл? Один сабмишином, а любой был бой. Сегодня будет искренне намечать шарафов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, меня зовут Шумако Куан. Я черный поезд к джиу-джитсу бразильскому. В данный момент участвую в организации турнира ADC, Russian Open. Мы с Леонидом давно уже делаем эти турниры, не знаю, лет 10, наверное, уже проводим. По счету сложно сказать, какой турнир, сколько мы их провели уже, но много. Турнир проходит по плану, запланированной программе, вроде как по времени, по всему укладывается. Упокойно, тихо, дружелюбно, без каких-то конфликтных ситуаций. Вроде бы пока обходимся, надеюсь, так и закончится все. Кампус, картошечку. Тесанка, картошечку? Нет, я тебе готов. И... У меня шеркана. Объемы как? Маленький. Не обыкнишь холодный Байкал. Не, ничего. Что-то не терминевое отказываешься. Посидим, сидим. Сейчас, да, сидите. Здесь. Человек-отянка отказывается. Термису нельзя отказываться. Хороший ракурза. Да, приятного аппетита. Да, спасибо большое. Видите, да? Все что? Как на свадьбу. Не, мы просто с добром к этому миру относимся. И можно абсолютно... Мирно отвечать тоже добр. Да, абсолютно. Видите, мы на фоне сердечка цвета фуксии можно посидеть. В общем, мы в режиме, что называется, по таймингу. Везде очень все по таймингу проходит качественно, без задержек. Поэтому есть возможность комфортно попить кофе. И обсудить какие-то перспективы дальнейшего развития. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое заняло место. 7,6 кг. Ну, в принципе, нормально. Я первый раз боролся в турнирной сетке по Одессе. До этого были только суперсхватки. Решил себя попробовать. В принципе, хорошо. Немножко другая борьба. Непривычно, что все садятся сразу, без захватов. Никто не пробует бороться в стойке. Ну, только вот два парня. Молодцы парни, что приехали с Агата. Очень неплохой парень был. Ну, вот. Маги-мотивы с DQ-тим. Вот. Ну, я, в принципе, доволен турниром сам себе. И я думаю, что я в следующий турнир заявлюсь уже в профессион. Всегда самое тяжелое – это первая схватка. Потому что она разогревочная. Ты наращиваешь темп. Потом в дальнейшем я особо вообще не уставал. То есть я понимал, что я мог работать хоть 10, хоть 15, хоть 20 минут. Но было все равно. У меня просто борьба такая, что я заставляю оппонента уставать, а не я сам устаю. Всем привет! Меня зовут Сергей Стрелкин. Я CEO fucking Spartart. Думаю. Приехал поболеть за ребят, посмотреть. Вообще, турниры одни все – это одни из самых зрелищных, наверное, на мой взгляд, правил, в которых проводятся турниры. Поэтому ожидаю дофига. Очень много. Ты же отрежешь там. Ожидаю очень много интересных схваток. Сложно что-то выделить. Наверное, в большей степени интересно все, кто выступает в карде. Ну, понятно, там есть давняя дружба с тем же Магомедом Матиевым. Понятно, здесь сложно сохранить нейтралитет. Ну, а так, в целом, приехали посмотреть в большей степени за ребят, которые будут выступать в карде. Для нас они все интересны. За всех болеем и за своих. Всех приветствую. Меня зовут Мухаммед Адукадыров. Я пришел поболеть, поддержать своих ребят, своих одноклубников. И не мог пропустить такие соревнования такого уровня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я сделал первую скрутку на соревнованиях. Скрутки меня конкретно научил делать мой друг и прекрасный тренер Ильяс Сулейман. Спасибо ему. Всем привет. Меня зовут Ильяс Сулейманов. Коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Зашибись, поборолся, как сходить в компьютерный клуб с баночкой колы поиграть в Quake Champions. Всем привет. Я Андрей Сущик. Я нахожусь на ADC Russia по приглашению Ленина Готовского, нашего партнера и друга. Мы находимся на чемпионате России. Здесь выступают многие наши друзья, коллеги. И за кем мы наблюдаем давно, с кем мы дружим, сами роллимся. Давайте я сейчас буду смотреть схватку. Магомед Матив и Филиппел Хасаев. Это наши друзья. Это профессионалы своего дела. Безусловно, хочется познакомиться с этим тигром, который просто заряжен сейчас на схватку. Магомед, пару слов. Это финал 85 кг. Магомед Матив весит порядка 76 кг. Он занял второе место сейчас по ADC своей весовой категории. Он заявился еще на 84 кг, поэтому уходит в более весовую категорию. И с кем он сейчас будет бороться? Филиппел Хасаев, который работает также моногам. Они оба специализируются на так называемом LifeLock Systems. И будут сону интересно посмотреть, потому что Магомед Матив, он изначально, наверное, раньше всех в России начал делать все новые блоги. И такое, как говорят многие первое поколение, активно сегодня доказал свое превосходство со своей десятой планетой. Потому что ребята, вся команда, они тоже специализируются в лицензии для черпиона на LifeLock Systems. И Магомед просто сегодня показал, что, ребят, я раньше начал, а рановато еще заявлять. Первая схватка у меня была с Идрисом. Он проигрывал и хотелось с доложок вернуть. Я с ним боролся года два или три назад на ADC, он меня задушил тогда. Вот, сзади. Позади. А сейчас ты ему сделал полевой на ногу. Рычаг полевого, да. Ну, собственно, когда это еще более в этой схватке появляется интерес, у вас 1-1. Да. И Идрис, собственно... Ну, у меня не было, просто хотелось какнуть доложок менять. Я, честно говоря, к нему хорошо отношусь очень. У меня очень нравится команда. Я с ребятами общаюсь. Я пообщался с Идрисом. Он сказал, что, собственно, как любая схватка, он допустил маленькую ошибку, расслабился. И, безусловно, сейчас заряжен на еще одно противостояние. И с глубоким уважением тоже к тебе относится. Но если мне еще раз встретиться, это будет очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Что-то такое. Другой ли, как был? Это нормально, потому что... Да-да-да. Я хочу сказать, я второй раз с ним борюсь. Я изойдутся туда, и, честно говоря, только из-за него. Очень интересно борется с вами. Слушайте, я объективно подошел сюда. Я, честно, устал. Но он все равно хорош. Мне очень нравится, как он борется. У него очень прикольно. Он, в принципе, показал, что, чего ему стоит. Он играл Джарбаева за Субтитил. А Джарбаев дошел до финала Чемпионата Европы. Поэтому я бы очень делал, если бы было посмотреть на Землюхана на EDC Европе. Я считаю, что у него... Ну, прям, очень крутые шансы. Я не знаю, как на 88. Мне кажется, он слишком маловато просто. Но если он на 76 гонит... Ой, на 76-9. Но я не знаю, конечно, насколько это реально. Он догонялся. Ну, гонял, да. Либо качаться там. Бартаинчик втирать. Добрый вечер. Меня зовут Ниначак Максим. Я представитель 10-й планеты Краснодар. Коричневый пояс от Эдди Брава. Я основатель 10-й планеты Краснодар. Приехал на турнир на DCC на Чемпионат России. Зарегистрировался в две категории. До 100 кг по профи. Отборолся две схватки, выиграл. Там стал первым. И до 92 кг. Отборолся в четыре схватки. Очень устал. Но он, к сожалению, стал вторым. Проиграл какой-то там по активности. Вам только развитие и удача. Спасибо за турнир. Всем привет. Сегодня проходил Чемпионат России в бою DCC. Я представляю команду 10-я планета. И проект Physical Transformation. Хочу сказать спасибо своей команде 10-я планета. Подписывайся, переходим, смотрим шнайд. Всем привет. Меня зовут Морозов Никита. Сегодня мы приехали с нашей командой из Краснодара на Чемпионат России DCC. Естественно, все было очень круто организовано. Вплоть до того, что мы могли наблюдать, когда мы будем бороться онлайн. То есть никакого ожидания. Ничего. Все четко знали, когда что будет. Очень сильные соперники. Очень крутые правила. В общем, одним словом, все было здорово. Мне очень понравилось. Что, друзья, вот и подошел к концу наш Russia Open EDC. По сути, Чемпионат России. Получаю массу положительных эмоций от спортсменов, от участников, от болельщиков. Все довольны. Всем нравится камересное мероприятие, комфортное мероприятие. Видите, появилась немножко такая уже усталость в голосе. Так, потому что приходится концентрироваться на схватках. Особенно на схватках профессионалов, потому что они всегда упорные. И не всегда спортсмены или представители команды хорошо разбираются в правилах. И приходится эти правила, и мы часто видим, объяснять. Ну и в том числе, болеть за своих учеников, студентов. Но все равно по итогу, вот именно такая самоотдача, самоотдача всей команды формирует ощущение успеха. И в целом все участники чувствуют, что мы стараемся. И поэтому достигаем такого результата. По сути, грэпплинг ADCC это и есть так называемый Submission Riding. То есть борьба, где нужно проявить качество контроля, доминирования и болевых удушающих приемов. Поэтому занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни. Принимайте участие в подобных мероприятиях. Принимайте участие в наших соревнованиях, в нашей активности. Будем вместе делать лучше, так сказать, стремимся к успеху. И увидимся на следующих чемпионатах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok